Знаете, у нас, как я только что сказал, в этом-то и пытаюсь, ну, в принципе, какую сферу не затронем, там, естественно, есть где развиваться, где-то, где-то нужно, не побоюсь этого слова, наводить в порядок, где-то нужно что-то выстраивать, немного координарировать. В первом учебке, на что вы с вами говорите? В первую очередь, ну, опять же, как я говорил, мне хочется разобраться всё-таки без самого себя уже в этом новом статусе, понимаю, что я уже несу ответственность всё-таки в вопросе с водой, потому что всё очень противоречиво, знаю, что заведены уголовные дела, вот, и, опять же, по наставлению руководства страны, понимаю, что если этот вопрос не решится, то развивать что-либо здесь будет сложно. Совершенно верно, качественную воду, потому что это способствует банально тому, что люди сюда не то, что не приезжают, а люди, возможно, по этой причине и уезжают. Заниматься реализацией каких-то производств связанных с сельским хозяйством, журналосом, опять же, всё это завязано на воде в том числе. А как получается у меня состояние экономики Республики или вот, на вашем взгляд, какие-то проекты, вот, надо будет проводить ревизию в ближайшиеся проекты, вот, ты можешь что-то менять? Относительно у нас состояния, в экономическом положении, да, я хочу сделать глубокий анализ, просто сделать объективный оценок для себя. Вот, та информация, которая у меня есть, она говорит о том, что, ну, где-то там показатели по тому же консолидированному бюджету, они довольно-таки неплохие и, опять же, тенденция у них хорошая, но всё-таки меня больше волнуют вопросы непосредственно по экономическому развитию. А здесь важно подчеркнуть, что потенциал у Республики большой, есть возможности, и это не только моё мнение, это мнение, скажем, людей уже с опытом, которые, ну, работают над генеральным бюджетом, просто эти возможности нужно правильно использовать, их суметь раскрыть, привлечь сюда различные инструменты, там, и генерального значения, и не только. Вот, ну, всё это будет выражаться в том, что в Республике Калмыкия подключится к реализации национальных проектов, о чём говорит Дмитрий Анатольевич Мудридев, для нас это также будет являться приоритетом. Вы являетесь основателем в онлайне проекта «Найдзити» и проведут нашу основу в онлайне. Будете продолжать взаимодействовать с онлайне, как-то работать с ней, может, применительно к Калмыкии? Однозначно нет, потому что всё моё время будет направлено на работу здесь в качестве исполняющего обязательства в Республике. Скажу так, что если компания «Пайднайс» вдруг захочет провести здесь мероприятие, ну, будем этому рады, потому что такие события, они способствуют степуляризации спорта и здорового образа жизни. Вы планируете или не планируете? Я не планирую. В данном случае, если они, то есть руководство компании, захотят это сделать, то, наверное, мы это сможем обсудить. В данном случае сейчас это для меня и не приоритет, и не является моими, скажем так, задачами. В данном случае здесь нацелено решение задач, связанное с Республикой. Как Вы считаете, возрождение футбола, возрождение клуба «Далан» возможно сейчас и вообще футбольную тему занимаетесь развивать? Скажу больше, что я хотелось бы здесь и планирую выделить Вам большое внимание, в целом выделить массу спорта. Мы знаем о указе президента о том, что в 2024 году 55% населения должны систематически заниматься спортом. Поэтому акцент делается именно на массовый спорт. Все-таки массовый спорт – это, мне кажется, фундамент и платформа для профессионального. В данном случае речь идет о улучшении инфраструктуры и создании различных благоприятных условий. А если то, что касается футбола, то футбол у нас в регионе очень любят. Есть история и большого футбола, и любительского. Знаю, что здесь сейчас функционируют различные виды, причем они довольно-таки активно развиваются. Вот то, что касается уже формирования и возрождения большой команды, я даже не говорю о высшей линии, а в данном случае говорю о промежуточном дивизионе, то этот вопрос надо изучить. В данном случае, как мы понимаем, все упирается в финансирование. Я хочу понять, насколько это возможно. То есть моя позиция такая, что региону это бы не помешало. Все-таки любовь к этому виду спорта – это определенный показатель. Хотел бы, чтобы это было, но если для этого возможности, я буду разбираться. Скажите еще, скажите, Армайл, вы предложите должность правительства, на сегодняшний день Сангаджи Андреевич связал себя с общественной жизнью столицы нашей страны, он является членом общественной палаты города Москвы, поэтому свой вектор он определил, но все-таки я знаю Сангаджи как человека, который никогда не был равнодушен к судьбе региона, родной Калмыкии, поэтому, конечно же, его вклад, думаю, что здесь обязательно будет присутствовать. В каком статусе, в перспективе, сейчас сложно сказать, возможно, в будущем что-то определится. Я то есть хочу сказать, что Сангаджи Тарбаев, он в любом случае будет делать все для того, чтобы Калмыкия становилась лучше и Калмыкия против того. Еще последний вопрос. Будете ли Вы предлагать Алексею Орлову на пост член Совета Федерации? В данном случае мне сложно ответить вопрос, потому что мы еще не успели переговорить Алексею Маратовичу, поэтому посмотрим. А в принципе, кадровый вопрос, какой планировый решатель будет, или перестановки какие-то? Перестановки будут обязательно. Как это будет? Какие? Думаю, что это уже для Вас будет следующий новостной повод и сюжет. Спасибо Вам большое, будет приятно пообщаться. Спасибо.